Дорогие мои друзья, если вам интересна психология человека, то рекомендую познакомиться с каналом Форма жизни. Его автор, практикующий психолог Дмитрий Калыгин, доступно и интересно рассказывает про психологические теории и факты, дает рекомендации, как сделать свою жизнь лучше, а также анализирует события в обществе и артефакты культуры. Обязательно зайдите на канал Форма жизни, вам точно понравится, ссылка в описании к этому видео. По статистике, более 50% браков в развитых странах мира завершаются разводом. Причин этого может быть множество, но по мнению профессора психологии Нила Лавендера, в большинстве случаев пары верят в самую большую ложь о браке, что и разрушает их отношения. И выявить эту ложь позволит всего один вопрос. Я предлагаю вам на него ответить, чтобы понять, почему этот вопрос такой эффективный, а в конце вас ждет бонус. В нем я расскажу о действии, которое по мнению психолога может сделать счастливыми любые отношения. Итак, предположим, что вам и вашему партнеру одновременно дали незапланированный выходной. Подумайте пару минут и представьте, как бы вы провели этот день. После этого выберите один из трех вариантов ответа, который окажется ближе всего к вашим размышлениям. Вариант А. Мы точно будем вместе, пойдем в кино или ресторан. Вариант Б. Думаю, каждый из нас займется своими делами. Вариант Б. Я предложу партнеру прогуляться, но в конечном счете мы вместе решим, как провести день. Ну а теперь попробуем разобрать результаты. Если вам близок вариант А, то вы в большинстве случаев принимаете решение в паре самостоятельно, не перекладываете ответственность на партнера. И это вроде бы хорошо, но на деле вы просто лишаете его права выбора. В результате между вами могут возникнуть споры, которые и приведут к разрыву. Конечно, только если ваш любимый человек не готов безропотно подчиняться. Если вам близок вариант Б, в этом ответе ключевое слово «думаю». Оно также означает, что вы пытаетесь решать все за партнера, но не принуждая его к чему-то, а просто игнорируя его мнение. Такой подход к отношениям в браке также, скорее всего, приведет к разрыву. Безусловно, для печального исхода нужны и другие предпосылки. Но игнорирование интересов человека, с которым вы живете под одной крышей, тоже значительный повод для ссор. Если вы выбрали вариант Б, то я вас поздравляю, это самый здравый ответ из всех. Он означает, что вы, скорее всего, считаетесь партнером, не ставите его перед фактом принятых единолично решений. Вы учитесь видеть и решать ваши разногласия. И что важно, любимый человек в такой ситуации будет отвечать вам тем же. В результате отношения будут более прочными и счастливыми. Почему это работает? Этот очень короткий тест отражает одну из самых больших проблем, с которыми пары сталкиваются довольно часто. Обращение с непримиримыми различиями. И самая большая ложь брака, по мнению Лавендера, заключается в том, что его воспринимают как крепкий союз двух людей с общими интересами и схожими взглядами. Но на деле брак начинается с непримиримых различий. И вам, как взрослым людям, предстоит считаться с ними и всегда держать в уме тот факт, что ваша половинка – другой человек, со своим мнением и приоритетами. Ведь у вас изначально разный набор генов, вас воспитывали в разных семьях, у вас было разное окружение, ваши хобби и предпочтения в еде не идентичны. Просто смиритесь с этим и не пренебрегайте мнением партнера. Ну а теперь обещанный бонус. Большинство современных пар так загружены работой и домашними делами, что у них совсем нет времени друг на друга. Свидания и разговоры под луной давно остались в прошлом. Если вас это тоже коснулось, то Лавендер предлагает простую методику обновления отношений. Для этого нужно составить перечень положительных сторон вашего партнера и делать комплименты каждый раз, когда для этого будет подходящий случай. Важно, чтобы ваши слова шли от самого сердца и не были вымученными. Простая фраза «Я люблю тебя» безусловно важна, но этого мало, особенно если вы вместе уже долгие годы. Вспомните, за что вы полюбили этого человека. Заразительный смех, ощущение покоя, умение быстро решать любую проблему или что угодно еще и поделитесь с ним этим. Подобные слова могут преобразить ваши отношения в лучшую сторону. Расскажите в комментариях, какой из вариантов ответа оказался вам ближе всего. Мне будет интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем любви. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова